всем добрый вечер еще раз тема сегодняшней лекции моделирование робота в газе бы прежде чем приходить газе бы мы сначала с вами изучим что такое urdf посмотрим зачем он нужен необходим для того чтобы можно было описать робота познакомимся с вами с газе бы добавим создадим нашего робота с нуля из примитивов таких как цилиндры квадраты сделаем более точнее используем более красивую модель дальномера чтобы вы могли понять что это тоже возможно посмотрим как визуализировать данные о которой приходят от датчика и от камеры в программе rvis узнаем что это за программа вот ну и напишем узел для движения робота по окружности у нас соответственно уже будет не черепаха крутится а уже будет целый робот который будет дальномер камера и он будет ну на первом этапе на сегодня будет соответственно также крутится просто по окружности лица и так что же такое urd инфайт робот description формат это соответственно специальный xml документ в котором описываются свойства робота такие как динамические кинематические описывается его визуальное представление и закладывается то как он будет моделироваться с точки зрения физики и как он будет взаимодействовать с другими объектами в данном случае под взаимодействием другими объектами понимается то это модель коллизий или же модель коллизий соответственно вот у нас детали они не могут там друг другу в проникать соответственно вот это вот вычисление чтобы одна деталь не проникала в другую это и есть в общем-то коллизии вычисления этих самых коллизий вот мы с вами несколько все dream и мы будем создавать urd файл из двух различных файлов а после буду вызывать с вами хакра для того чтобы это очень программа которая вот эти два файла будет преобразовывать скандарт вине в некий urd файл и на выходе будет получаться уже непосредственно робот значит мы с вами до этого создавали директорию тест в с у нас уже были там созданные папки билд папка дэвил папка срц который у нас было где папа бенинер фидеориал сейчас мы с вами создадим еще две бабки робот description и робот газета в робот description хранится описание робота папки собственно юрдф хранятся маша это красивое описание некоторых деталей робота ну и также мы видим пакет шиксе мэй и семей лист соответственно чтобы создать робот description мы не можем писать просто команду мэйдир нам необходимо использовать программу команду роса а именно каткин креет пакет робот description он нам соответственно создаст package xml и семей лист робот газета будет состоять содержать в себе папку launch где у нас будут ланч файлы лежать с ними мы на том занятии познакомились папку world где у нас будет находиться описание мира то есть у нас газета он получается у нас в общем случае пустой но чтобы такого не было мы соответственно создадим с вами получается описание мира там когда будем добавлять какие-то объекты чтобы роботу будут сам так не так скучно и так как у нас представляется собственно говоря роботу газета у нас есть твердые тела которые между собой стороне соединены шарнирами и у нас есть получается визуальное представление робота это зеленая она может иметь достаточно сложную форму он может быть достаточно красивым и это будет иметь эффект только на внешний вид есть соответственно синим задана у нас инерция где у нас находится центр масс как он смещен какие у него момента относительно осей и другое это у нас красная красным выделено соответственно блок коллизии и как видно у нас в блоке коллизий он получается во первых а больше чем блок визуальный и он получается как бы описывает нашу визуальную модель и это представить будет представлен нас этим либо примитивым таким как параллепипед там или жаку и же цилиндр и здесь нам не нужно задавать какую-то сложную форму потому что сложную форму будет достаточно сложно просчитывать и она будет достаточно долго работать а что они есть хорошо соответственно чтоб такого не было чтобы модель быстрее работала мы будем описывать ее простым примитивом а в принципе на этом давайте наверно закончим немножко перейдем к практике а значит смотрите у нас есть с вами директория тест в с мы не можем с вами перейти и сейчас после того как мы переходим в директорию росовскую нам необходимо написать source devil setup bash это всегда лучше прописывать для того чтобы он начинал видеть росовские пакеты то есть у нас смотрите ls src у нас есть папка бьет теорию и это не просто папка это именно пакет росовский соответственно чтобы понять что он видит мы можем написать рос сиди рос сиди это такая же команда как сиди только он переходит непосредственно к росовским пакетом при том смотрите вот я начинаю убивать беги нефти теорию вот я-то поджал вот здесь этап нажал вам сразу же перегну он нашел вот этот вот файл соответственно если вот такое происходит то классно здорово мы в общем то с вами у нас рос видится наши пакеты потому что мы запустили вот эту команду и это в общем то здорово значит переходим нам нужно перейти в папку тест в с дальше в папку src и вот здесь мы с вами создаем каткинг директория робот description и робот газета с помощью команды каткинг директор пишем каткин create опять-таки я использовал tab и дальше я пишу робот нижняя подчеркнуть description description после пробела можно написать зависимости у нас в данном случае не будут никаких зависимостей поэтому мы ничего не будем писать соответственно жмем enter ждем какое-то время и он нам пишет что создан семейк лист создан пэкач вот ну и соответственно все успешно создана мы можем убить команду с и действительно у нас появился робот description можем соответственно посмотреть что есть в этом файле точнее в этой директории вот теперь по командам смотрите ребят какие важные команды здесь это вот это соурс дэвус табаш после того как вы перейдете в директорию то есть получается сначала переходим директорию потом пишем саур дэвус табаш после пишем переходим директория сердца то есть сиди и сердце и каткинг рейд табач робот description это важный программ команды все остальное это уже мое пояснение мои комментарии соответственно кто делает со мной вот на них сконцентрируйтесь их пишите вот успеваете другие вбить команды классно здорово можете делать тоже переходим в папку робот description а нам нужно создать здесь две папки это urdf и launch а это будет просто папки поэтому пишем майк дир launch раз это тоже важные команды их тоже нужно прописать майк дир и urdf жмем эндер вот пожалуйста у нас есть launch у нас есть urdf здорово мы можем это собственно проверить все у нас здесь есть прекрасно пишем опять переходим в папку urdf здесь не то что опять а дальше подвигаемся и здесь нам нужен файл какой нам нужно здесь файл это кстати крайне интересный вопрос я вам сейчас покажу где все это дело можно найти я вам принципе присылал ссылку на гитлаб у нас есть вот робот description папка все есть все файлы мы сейчас создаем с вами urdf файл у нас должно быть два файла здесь робот газеба и робот хакро ну собственно говоря лезем сюда и пишем мы ему делать даже вот так и ничего пишите мне значит смотрите как мы создаем файл команда дать дальше робот . хакро давайте сначала вот с этим файлом поработаем в файле хакро у нас содержится визуальное отображение отображение робота 1 модель коллизий 2 шарниры 3 в общем то вот это вот вещь у нас здесь содержится смотрим да действительно этот файл здесь есть а теперь смотрите вам давайте тестать по-человечески его откроем проходим соответственно в директорию тест в с с rc вот робот description urdf робот хак опускаем его и у нас ну собственно пустой файл классно мы это не хотели сделать теперь я вам до этого присылал два файла код для вставки газеба код для вставки хакро я вам еще присылал хакую дая с ним чуть позже будем разбираться сейчас мы работаем с файлом хакро соответственно открываем файл хакро он достаточно большой не пугайтесь тут достаточно много кода мы будем сейчас как бы после поэтапно постепенно разбираться важно на что обратить внимание есть первый фрагмент есть второй фрагмент это разные фрагменты и их нужно как их нельзя все весь весь файл нельзя скопировать вас будет ошибка так делать нельзя вам нужно копировать по вот этим фрагментом я вам скажу скопируйте первый фрагмент вайл копируем мы его вставляем воchu важна обратить внимание где у нас первый фарень где у нас второй фрагмент и так далее тому подобное вот это копировать тоже не надо соответственно то есть второй фрагмент вот здесь начинается идет 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 и вот здесь он заканчивается до третьего фрагмента обратите на это пожалуйста внимание что просто так все копировать нельзя значит копируем 1 фрагмент и вставляем сохраняем и вот это вот строчка говорит редактору что как воспринимать этот код и за счет этого он делает нам подсветку давайте с вами разбираться и так я вам говорил что вызывается специальная программа хакра которая создает нам urd файл вот в общем то вот здесь в этой первой строчке мы ее то и вызываем с вами вот и это же является открытием у нас это xml файл у нас здесь есть открывающиеся скобки закрывающиеся скобки это как в launch файле launch файлы такую же структуру имеет у нас есть открывающие скобки скобка робот здесь она у нас закрывается то есть все что вот здесь он воспринимает как описание робота вот здесь мы пишем что мы пишем link link это звено здесь соответственно звено начинается здесь она заканчивается дальше идет имя вот здесь имя может быть любым абсолютно любым соответственно английским не начинающийся с цифр но в целом любым мы можем написать вот так мы можем написать пару букв тогда и тому подобное пару цифр и допустим в конце цифры должен могут быть но мы назвали это часть а дальше я говорю ему ну условно говоря где его начальная позиция будет то есть я его слегка приподнимаю по относительно оси z чуть-чуть наверх на 0 1 метр соответственно смотрите у нас здесь 6 цифр первые три это у нас xyz вторые это вращение угла вращение по углам эйлера вокруг оси xyz дальше едем на дальше идет блок инерция у нас получается блок инерции блок коллизии блок визуального отображения все та же самая логика открывающаяся скобка инерция закрывающаяся скобка инерции с коллизиями торсом инерция что важно ну масса важно и моменты инерции вокруг осей соответственно мы просто вот это копируем это все было я тут тоже на самом деле скопировал конечно же но в целом все это было вычислено все это прекрасно хорошо и значит смотрите что у нас есть инерция мы говорим что масса у нас 5 потом мы инерцию видите у нас здесь получается смещение задается вот этого блока инерциального он у нас это смещается также поднимаем на 01 потому что у нас вот здесь на 01 под поднята и поворота вот про печень я это вот вы наверняка это уже слышали где-то мы говорим что по всем от трем углам у нас нет никакого поворота хорошо а дальше мы задаем инерцию закрывающиеся скобка кстати может быть еще вот такой если у нас все помещается так в одну строчку то мы можем закрыть таким образом если у нас соответственно длинное описание как вот допустим и инерция то мы соответственно пишем вот такие закрывающиеся скобки но в целом но я вам целом поясняю что вы понимаете тут вообще написано следующий идет коллизия модель коллизии у нас мы задаем имя модели к и и задаем геометрию геометрию нас просто пролепите с размерами 050 3007 соответственно длина ширина высота все очень просто и визуальное визуально у нас тоже будет такой же просто пролепит то же самое у него те же самые размеры все это у нас одно звено то есть сейчас вот мы здесь закрыли сейчас у нас есть просто квадрат ну при него когда просто при пролепит и и все это так цель корпус нашего робота здорово теперь давайте мы запустим вот это счастье очень хочется запустить и давайте это сделаем ну не все так просто конечно же в россии так просто не бывает чтобы запустить нам нужно launch файл создать поэтому мы переходим в папку launch дабы создать launch файл нам нужно соответственно создать файл команда touch description . launch вот готова наш файл так сказать создан мы также проходим по нему до него в общем человеческим путем вот он наш файл и вот да этот код я вам не предоставлял сейчас я посмотрю насколько он сложный одни немножко по-другому он называл но не важно сам не такой он конечно и сложный давайте мы как делать давайте дабы мы все хорошо сделали никто не потерял половину я соответственно его пришлю вообще можете даже вот так лучше наверное даже сделать я вам просто пришлю ссылку на гид вы просто по ней пройдете и у вас благополучно откроется вот этот вот код а здесь нужно копировать все просто так control c весь код который здесь есть и вставляем его вот сюда сохраняем давайте вы это пока будете делать а я пока пообъясняю что что на нас написано и так погнали ну первое это говорит о том как у нас воспринимайте редактору наш код чтобы нас была подсветка дальше мы так как это launch файл соответственно здесь мы описываем launch файл у нас открывающийся скобка закрывающаяся скобка и поехали параметры мы здесь просто задаем параметр и мы вот здесь с вами вызываем они что иное как вот эту команду хакра вот на самом деле мы ее здесь вызываем здесь мы просто макрос по моему прописываем здесь мы вызываем эту команду при том смотрите что здесь важно во первых имя робот description имя вроде как может быть любым но может быть любым дальше команда find хакра хакра пай вот это нула на стандартная команда это можно писать только так и никак иначе после мы этой команде передаем путь к файлу который мы будем преобразовывать в юрдф то есть вот этот робот description должно быть написано так как вот здесь только так и никак иначе и этом я сейчас видите у меня ай тут ты они е то есть я вот слове description немножечко ошибся когда писал соответственно это даже хорошо потому что я вот сейчас вот указываю вам куда как прописать то есть обратите внимание вот здесь у нас ай это раз и давайте на всякий случай вот здесь тоже будет ай чтобы название были одинаковы вот соответственно пишем робот description дальше у нас идет папка urdf и в папке urdf есть робот хака здорово потом чтобы у нас все работало он должен знать в каком состоянии у него шарниры находится шарниры или джойн то это в общем то одно и дну это одно и то же и мы здесь ему посылаем ну как бы некоторые к состоянии шарниров чтобы он просто знал что они у него есть и в каком они у него состоянии поэтому вот здесь мы вызываем вот этот вот этот как его вот этот пакет здесь все то же самое имя join state publisher она может быть любым до имя может быть любым поедать вот это важно поехать может именно этот такой join state publisher и тип join state publisher это помните если мы писали черепашку запускали мы писали росран турки год турки 7 пробел турки 7 но соответственно то и вторки 7 но у нас был а пакет у нас турки 7 это отсылка так сказать предыдущему уроку дальше мы вызываем другой дальше мы получается еще раз то же самое вызываем нет не совсем тут join даст нас робот мы еще один с вами вызываем узел который без которого мы у нас ничего не заработает и здесь мы запускаем с вами рвиз вот заодно и узнаем что такое рвиз все классно я думаю вы это сделали написали до вопросов нет хорошо запускаем смотрите как же это все дело запустить во первых мы с вами скрым так откроем новый терминал и немножечко откатимся то есть нам нужно быть все папки тест в с теперь смотрите мы открыли с вами новый терминал опять нужно подписать соус дэвилл с этап баш это прописывается когда открывается новый терминал и все больше этого прописывать не есть не надо в этом терминале и теперь мы пишем просто launch пакет как у нас называется робот description он его нашел и у нас есть один единственный launch это description launch да я слово description по-разному написал в двух местах но в целом он все нашел хорошо на пуску нажимаем enter и у нас запустится сейчас service с нашим прекрасным роботом или не допустим вот это вот красный это не есть хорошо он счет не может найти да в общем тут какая-то ошибка у нас возникла в принципе мы можем переименовать достаточно быстро и легко вот тут написать е пока часы мы тоже самое сделать да не самая лучшая идея в какой-то мере может быть ну ладно в общем если вы где-то что-то написание так вы можете вот таким образом переименовать его и да он так и заработал по крайне ошибки не вынулись но с другой стороны в общем это рвиз он запустился и большая проблема в том что у нас ничего здесь нет у нас тут ничего нет потому что все у нас у меня ничего не работало по-человечески хорошо давайте пока что двинемся дальше на надеюсь что в дальнейшем когда мы полностью весь пакет соберем у нас такой ошибки не возникнет сейчас мы можем двинуться дальше к вашим вопросам joint publisher нет в launch не нужно никаких аргументов придавать он принципе не запустился единственное что возможно ему не хватает газе бы описание вот чего его может не хватает еще давайте мы вот здесь создадим еще один файл а я перейду в этот терминал после перейдем юрдф здесь у нас есть робот хакера мы сейчас создаем с вами робот газе бы в общем то переходим в робот газе бы файл файл у нас я вам давал еще другой файл который называется код для вставки газе бы здесь тоже несколько вставок у нас есть первый фрагмент а не тот на не поможет пока и это нам пока не поможет и это пока рано нам использовать на в любом случае файл робот газе бы нужен но она не поможет это решить ту проблему которая возникла здесь уже когда робот в общем-то готов поэтому поторопился я немного давайте продолжим с хаком с полом открывайте код для вставки хака и копируем второй фрагмент при том полностью взамен третьего взамен того который там есть мы копируем вот здесь мы полностью все удаляем получается у нас тут появляется некоторые новые детали новым моментом но очень-то почти полностью готовый робот без датчиков должно должно быть так а нет и без колес пока что он без колес не даже очень интересно сейчас я его быстренько запущу нет он все равно не хочет ну робота мы все равно не видим ай робота мы не увидим в общем смотрите на робота мы не увидим зато у нас все хорошо смотрите видите у нас здесь все классно здорово все галочки стоят вот сейчас будем разбираться с сервизом вот сейчас все должно работать смотрите а здесь есть кнопочка add добавить здесь мы можем добавлять все что угодно но нам необходимо сейчас добавить модель робота робот модул мы нажимаем ok и тогда у нас появился наш робот вот видите какой он весь красный здесь я не знаю как настроить цвета чтобы ночью чтобы они соответствовали тем цветам которые мы зададим но в принципе это не так важно теперь смотрите что у нас здесь парами рвиз есть и вообще зачем она нужна эта программа необходимо для того чтобы визуализировать данные которые приходят от датчиков визуализировать траекторию движения которые прошла задавать цель навигационную куда должен приехать робот у нас вот здесь есть 2d навгол если мы вот так нажмем на нее так стрелочкой нарисуем и у нас все будет при этом настроена то робот у нас должен будет развернуться и приехать вот туда с заданной ориентацией теперь смотрите вот я сейчас кручу вот этого робота я вот сейчас зажимаю левой кнопкой мыши и могу вращать нажимаю колесико я могу вот так тут в этой плоскости просто смещать в общем поиграйтесь с левой мыши кнопкой мыши и с к колесикам соответственно менять изменять масштаб это вот я колесико кручу изменяем масштаб вот и что мы тут можем добавить видите наступник как много всего и мы можем добавить оси видите у нас сейчас отображается ось вот здесь мы можем соответственно их благополучно удалить они нам мешают можем добавить камеру камеру глубины и ну сейчас это бесполезно добавлять у нас мы все равно не сможем ничего отобразить немного много чего другого лазерный скан карту ну и тогда и тому подобное с этим мы совсем будем потихонечку разбираться вот и итак когда мы получили такую замечательную модель робота а дальше еще какие моменты есть есть фиксированная этот как бы система координат от чего мы отчитываем у нас есть несколько вариантов это отсчитывать от нашего шасси или от ли от левого или правого колеса видите он немножко сместился то есть у нас вот здесь вот как бы центр масс ну начало всего и видите вот у нас от левое колесо но находится в этом центре сейчас я выберу допустим основание и вот видите он у меня переместился чуть-чуть ну и вот здесь он в принципе можем наблюдать что вот эта вот плоскость она скажем так посередине робота идет потому что она вот четко привязана к центру масс робота хорошо тут есть вопрос какие-то так мы достаточно лихо и быстро создали сейчас мы пробежимся по urd файл вам нужна команда то вот эта команда росла анч робот description description значит можно ли это делать автоматически да вроде бы как можно по моему можно нарисовать в solidworks и потом экспортировать там есть специальный клубок в общем-то который позволяет это экспортировать в этот условно там solidworks to urdf или как-то так но тут смотрите прежде чем радоваться и бежать устанавливать solidworks сначала посмотреть какой последней версии работает вот этот вот утилита которая позволяет из-за соли до вытаскивать в urdf кем потому что может быть такое что для соли до 21 такой удели ты нет и допустим такая утилита есть там только условно условно для 15 соли до соответственно вам не нужно устанавливать все другой соли до 15 чтобы автоматически генерировать другой момент еще многие таких вот urdf вы можете найти в на просторах интернета например вот для urdf для вот для такого робота тут либо от которой для него есть urdf ки они уже готовы и достаточно красивые и вы можете просто взять и скачать их и у вас все будет хорошо то есть возможно велосипед и запитать не нужно так ну что едем дальше едем дальше хорошо давайте мы сейчас быстренько пробежимся по тому файлу который мы сейчас запустили с вами чтобы компьютер шумел поменьше я соответственно выключил рвиз у нас здесь опять таки у нас мы с вами разобрались получается вот досюда и у нас в опять таки к этому же твердому телу шасси добавляется еще несколько элементов а именно а у нас робот мы могли видеть вот у него было два колеса и еще сфера опорная как который имитирует третье колесо и вот это вот сфера она вот здесь дальше описывается у нее получается есть также инерция также визуальные свойства и коллизионные свойства и при том смотрите в коллизии у нас произошли некоторые изменения достаточно может быть существенные первое но мы здесь во первых мы ее двигаем так чтобы она у нас очень встала туда куда нужно то есть мы ее сместили по оси x по оси y мы по оси z мы ее опустили задали радиус это у нас сфера мы сказали что это у нас сфера такого радиуса а дальше вот это вот идет вот это уйдет у нас описание коэффициентов трения с опорной поверхностью вот здесь мы указываем вот эти вот самые коэффициенты которые в какой-то мере будут нас влиять на то как у нас робот будет двигаться вот а так в целом все в общем то все то же самое к этому формату надо несколько привыкнуть если для вас это совсем новое и несколько страшно выглядит и звучит то ну в какой-то мере это нормально вы первый раз это видите вам просто нужна привычка простая привычка чтобы вот этот файл и соответственно понимать и уметь читать а дальше у нас идет создание колес вот нас правое колесо смотрите у нас link то есть твердое тело которая имя имя соответственно что это правое колесо дальше смотрите инерция коллизии и визуальный вид все то же самое что и в случае с корпусом шоссе сдаем массу как мы там его будем смещать мы соответственно его поворачиваем чтобы он у нас стал ну именно так как должно стать колесом задаем ему приземные свойства и визуальные свойства и с этот отдельный час разберемся и дальше идет право тут комментариев на и они не совсем правильный тут у меня соответственно левое колесо ну чтож ну заметил такой комментарий давайте я сразу это поправлю и так здесь у нас левое колесо такой же как и право прям один в один единственное что у нас здесь смещение разное будет визуальная и она не здесь это указывается но у меня соответственно одно колесо слева другое просто правой а во всем основном они одинаковы теперь давайте разберемся с вот этой вот небольшой ставочкой тут написано шарнир для правого колеса у нас соответственно правое колесо должно вращаться относительно корпуса и дабы задать такое движение так эту степень свободы есть специальный шарнир который у нас имеет название здесь он получается continues то есть это шарнир который будет совершать то или иное движение соответственно есть шарнир который просто фиксированное это допустим нас тут есть манипулятор он стационарно закреплен вот шарнир который описывает степень свободы относительно опорной поверхности манипулятора основания манипулятора в данном случае будет фиксирован но это получается не то что как бы подсказывает что это ну как бы некое такое крепление к твердой повернул крепление основания к топорной поверхности у нас а здесь у нас continue соответственно он будет как-то двигаться как он будет двигаться смотрите у нас вот здесь есть какая вещь на здесь оси заданы мы его мы говорим что он будет вращаться и вращаться он будет относительно оси y вот это первый момент дальше мы говорим какие у нас усилия могут быть максимально усилили 10000 максимальная скорость это 1000 радио секунду это принципе в какой-то мере у вас ограничений нет и какие у нас демпфирующие свойства и какое у центрение и другой момент я вот еще вот эти две строчки не разобрал вот здесь сейчас мы до них дойдем вот здесь мы с вами во первых мы здесь можем с вами его ориентировать еще дополнительно что мы сделали вот здесь когда мы link создавали колеса мы там его сориентировали как нужно а вот здесь мы его смещаем мы соответственно его смещаем получается слева или справа от корпуса робота дальше вот такая замечательная вещь есть это у нас получается есть родительское звено и дочернее звено то есть здесь мы указываем относительно чего он будет вращаться и что у него является родительским звеном данном случае как бы к чему крепится это колесо этот этот шарнир то есть мы крепимся к основанию и следующий у нас это правое колесо вот которым и вот вы выше с вами описали вот как то так с левым тоже самое соответственно какие у нас тут есть вопросы какие вопросы есть подан в данный момент вот мы с вами создали робота который может в общем то мы пока на самом деле можем только отобразить кататься он никуда не может двигаться он не здорово теперь нам уже понадобится наконец-то мы с вами добрались до робот газета что это такое робот газета в нем хранятся плагины что такое плагины вот смотрите у нас есть описание робота давайте я его запущу просто чтобы было 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 мне может нагляднее вам показывать рассказывать тут сайте когда мы будем запускать рвиз нам нужно будет постоянно выполнять вот эти операции но пока что я потом вам расскажу как сделать так чтобы он запомнил ваши настройки вот у нас наш робот него есть колеса но при этом мы нам надо как-то им управлять это у нас дифференциальный робот и что мы можем сделать нам необходимо общем то есть куча готовых плагинов которые позволяют нам моделировать те или иные вещи нас есть плагин который позволяет моделировать камеру дальномер камеру глубины есть соответственно плагин который отвечает за моделирование дифференциального робота и вот сейчас мы этим плагином ты и воспользуемся то есть по сути дела плагин он описывает математику которая лежит за тем или иным элементом то есть это либо камера либо соответственно тематическая схема так чтобы у нас получается мы на роботу управления будем сдавать центру масс в виде скорости и линейной угловой скорости и соответственно он дальше все это будет пересчитывать для колес вот значит все эти плагины они имеются в открытом доступе их можно найти они написаны соответственно плюсах можно создать свои плагины если их не хватает но мы это делать не будем мы использовать готовы и так открываем код для ставки в газе бы у нас тут первый фрагмент три фрагмента так много ладненько первый фрагмент открываем копируем его и вставляем робот газе вам бамс вставили здорово давайте разбираться что же тут есть но смотрите здесь а также идет робот описание робота него плагинов тут открыли скобочку тут ее закрыли дальше поехали газе бы все это идет плагины они начинаются в газе бы газе бы чего-то то там газе бы чего-то там то есть вот газе бы открываем открывающиеся закрывающиеся скобки после мы пишем имя плагина который нам нужен дифференциальный получается управление для дифференциального робота есть соответственно специальный файл и мы это все дело получается загружаем себе а дальше идут куча настроек куча параметров в принципе какие нам здесь важны параметры указать left joint и right joint вот это вот нас joint left wheel и joint right wheel имеет такое же имя как и вот этой вот joint joint у нас они должны иметь называться точно так же тогда он их свяжет тогда он поймет что это относится к этому вот это раз что еще тут важно потом тут идет куча еще всяких вещей вот допустим вот здесь мы указываем робот base frame это какая корпус робота по сути дела мы указываем здесь тоже так называться должно так как называется у нас корпус робота вот этот вот они должны точно совпадать другая команда тоже важно вот это common topic cmd well а у нас была черепашка мы писали скорость для нее мы писали turtel 1 дробь cmd well вот здесь чтобы задать управление для робота нам достаточно писать cmd well что тут будет написано в такую тему и нужно будет писать чтобы робот поехал если тут будет написано cmd well 13 значит мы будем писать чтобы робот поехал в cmd well 13 у нас пока соответственно cmd well просто ну и в принципе тут достаточно понятные поля которые некоторые из них соответственно интуитивно понятно допустим диаметр колеса и так понятно вот хорошо с этим мы разобрались здорово теперь давайте продолжим разбираться с хакро файл мы открываем код для вставки хакро мы с вами два фрагмента уже вставили и теперь мы можем с вами ставить третий фрагмент давайте мы его аккуратно скопируем чтобы прям лишнее не захватить да и полностью все скопировать опять все выделяем и на это место ставим новый файл что у нас здесь добавилось у нас в принципе робот остался таким же но у нас добавилась вот такая замечательная вещь find робот description urdf робот газе то есть здесь вот этот хакро файл ссылается на робот газе где указано у нас плагины это вот важная вещь за счет того что мы добавили плагин сейчас мы можем увидеть с вами наши изменения давайте сейчас закроем рвиз и перезапустим его пока он думает в хакро файле у нас сейчас третий фрагмент вставлен так сейчас я его открою робот хакро смотрите это вот здесь лучше ориентироваться то есть мы берем с вами третий фрагмент его копируем в роботе хакро у нас третий фрагмент в роботе газе бы у нас пока что вставлен первый фрагмент здорово здорово наверное так наверное с этим разобрались хорошо смотрим что у нас есть смотрите у нас есть темы тоже шоссе мы сейчас наверное вряд ли сами какую-то ранее сможем уловить или сможем пока пока в общем то все то же самое единственное что у нас добавилось возможность управлять то есть давайте мы сейчас с вами откроем терминал я открою просто новый терминал вы сейчас можете просто смотреть если вы там не успеваете ростопик лист запустим и смотрите что у нас тут появилась он меня не видит робот газе бы как я это понял смотрите есть тема cmd вл она должна была появиться в ростопик листе я ее не вижу вот тут ее нет он соответственно не почему-то не видит робот газе бы давайте разбираться почему я думаю что когда мы создадим с вами газе вам уже газе был launch файлы тогда у нас все заработает теперь давайте туда двинемся дальше давайте с вами добавим камеру у нас есть третий фрагмент мы сейчас с вами ставим четвертый фрагмент это у нас последний фрагмент давайте мы его с вами скопируем там добавить добавят всякое какие интересные моменты на которые есть обращу ваше внимание так мы сейчас в файл робот хакра ставили четвертый фрагмент последний фрагмент из кода для вставки хакра тут у нас добавились такие вещи как хакую лазер у нас видите я говорю про шарнир который может двигаться и у нас соответственно есть написано зафиксированный шарнир то есть у нас хакую сенсор это лазерный дальномер он будет жестко прикреплен к корпусу робота и смотрите у нас есть визуальное представление визуальное представление ссылается на тот самый файл хакую да и более того он находится в папке meshes у нас пока что этой папки нет с вами поэтому давайте-ка мы ее создадим чтобы ее создать мы сначала находимся в директории тест в с с рц робот description тут у нас есть launch и и rdf мы создаем с вами make dear meshes очень важно правильно назвать где эту директорию то есть под правильно назвать директорию я имею ввиду также как вот здесь у нас написано вот тут именно так и никак иначе точнее мы можем назвать в общем эти названия должны совпадать я думаю у меня поняли вот теперь в эту папку вновь созданную мы копируем с вами вот этот хакую да я сейчас просто скопирую контру целых делаю и контровая сделала вот и здорово здорово это что касается сенсора хакую что касается камера у нас камера будет представляться просто пролепипедом обыкновенным ничем не примечательно так сказать ну и шарнир который задает движение тоже фиксированный вот и все можем запустить смотрите видите насколько уже здесь появилось элементов камера корпус робота хакую сенсор и так далее тому подобное выберем соответственно корпус робота дальше выберем модель робота и видите у нас появилась необъяснимо почему у нас хакую имеет какой-то цену он получается подгрузился не только соответственно визуальную форму но еще и цвет погрузил он тут достаточно ну более красивую форму имея чем просто пролепить вот эта черненькая это у нас камера вот так у нас выглядит наш робот и на этом принципе мы можем с ним завершить сейчас будем с вами разбираться с газета файлом и после попытаться все это вместе как-то соединить объединить давайте мы пройдем с вами в код для ставки газета тут есть второй фрагмент он отличается тем что мы добавляем цвета цвета корпусу робота и колесам мы это был получен пропустим второй фрагмент и сразу скопируем третий фрагмент который помимо описания цвета еще содержит плагин для камеры и плагин для хакую соответственно мы это все дело копируем то есть мы копируем последний фрагмент это третий и вставляем его вот сюда вот мы все это вставили большие мы молодцы с вами можем все это дело запустить но мы особо конечно в общем мы сейчас не будем запускать этот сервис он нам уже не даст каких-либо хороших вещей то есть доктор дополнительных вещей у нас не даст мы сейчас с вами перейдем газе ба первые чем переходить я отвечу на ваши вопросы так что без камеры на сейчас есть и дальномер и камера у нас сейчас есть все мы копировали самые последние фрагменты в хакро файле это отлично хакро файле это соответственно четвертый фрагмент в газе ба файле это третий фрагмент также напоминаю что принципе все это есть вот здесь в том году все это работало так что сейчас должно бы у вас тоже по идее заработать все будет у нас наверно хорошо сейчас мы с вами перейдем к робот газе ба а мощно мощно тут у меня написано это наверное на будущее пока не буду вам прислать ссылкам чуть чуть позже пришлем и так с этим мы с вами разобрались газе ба значит газе вам позволяет нам моделировать робота то есть мы в газе бы можем создать виртуальный мир всего чего угодно комнаты которые вы сейчас находитесь можем там создать не знаю стадион город еще что-то все что угодно и там мы можем допустить нашу робота чтобы он там ездил все соответственно отрабатывали алгоритмы и так далее тому подобное и после этого мы сможем с вами после дел отладить алгоритм а после этого перенести уже их на реального робота и здесь по идее ну не должно возникнуть каких-либо серьезных проблем по крайней мере большая часть ошибок уже будет выловлено и отлажено вот у нас что получается здесь газе бы мы можем моделировать работу датчиков таких как камера дальномер моделировать динамику взаимодействия с разных объектов друг другом и у нас представлена соответственно 3d графика газе бы у нас это выходит в две части у него есть это соответственно сервер и клиент сервер выполняет вычисления а клиент на все это красиво визуализирует при этом когда мы запускаем газе бы у нас сразу же запускается и клиенты сервер и сервер давайте с вами запустим газе бы в терминале просто опишем газе бы если у вас все стало хорошо и все работает то вы тогда это у вас все должно заработать пишем газе бы и вот у нас появился пустой мир газе бы вот он так выглядит здесь соответственно я левой кнопкой мыши перемещаю колесиком я вращаю счастье колесо жму чтоб повернуть давайте быстренько пробежимся по интерфейсу у нас что есть у нас есть пролепипед есть соответственно сфера есть цилиндр вот они твердые тела мы их можем так подавал добавить мы можем с помощью но так и в общем переместить видите вот я поднял его он падает вниз потому что здесь есть тела тяжесть я еще могу его перемещать я могу как-то менять объекты ведь я учить вытянул ну и так далее тут очень повернуть его могу могу добавить источник света в общем вот я соответственно добавила с очень цвета вот это мир газе в котором будет работать наш робот я думаю тут у нас принципе все понятно у вас как там газе бы запускается вообще успеваете выполнять или вы уже решили этого не делать то есть кто-то успевает здорово один человек 23 успевает класс газе бы запустился супер не иногда бывают проблемы он такой капризный сейчас сбросим он как везде вы не какие-то проблемы газе бы поворот фигуры смотрите у нас вот здесь есть получается в верхнем левом углу вот есть возможность как-то воздействовать с предметами то есть я могу их перемещать когда я узнать стрелочки в разные стороны нажал у меня появляются такие оси я могу объекты перемещать вот я сейчас перевещаю вдоль и сеть вдоль зеленая си зеленая ось по моему ось игре по моему я точно не помню соответственно если я нажимаю на стрелочки такие которые по кругу идут я у меня появляется возможность поворачивать объекты вот я вас ответственно повернул и вот этим образом я могу вот я еще взял изменил радио моего цилиндра вот то есть я могу здесь видоизменять объекты но это все так чуть-чуть поиграть также конечно же я могу выделить объект его удалить если он мне там по той или иной причине не нужно чтобы поворачивать в этом мире я нажимаю колесиком чтобы смещать я нажимаю или зажимаю левую кнопку мыши просто играетесь и вы поймете из блендера я думаю смотрите в блендере вы можете нарисовать юрдф как у красивый файл вот который вот я как у я добавил он не просто пролепит а соответственно имеет какую-то форму и вы можете соответственно блендере сделать допустим вот этот какой-то объект форма форм и испортируйте в формате да и с расширением . да и дальше ссылаться на него в рдф файле а чтобы полностью готова юрдф файл сделать блендер я не знаю хорошо пришло время для газета переходим в директорию тест в ссрц и создаем командой каткин create package файл робот газета нас тоже не будет никаких зависимости у этого файла у него соответственно переходим вот в эту директорию у нас уже создался семейк лист пакет вот значит давайте еще раз что вам вбивать первое убедитесь что вы находите в директории тест в ссрц раз в этой директории запускаем команду каткин create package робот газета после этого вас все создается вы переходите в эту директорию робот газета и здесь мы создаем с вами аланж файл после мы переходим в вновь созданную директорию и создаем файл газета launch здорово теперь смотрите дабы вам не мучиться есть вот собственно говоря вот этот замечательный файл откуда вы можете все скопировать и ставить давайте я на секундочку здесь держусь еще раз повторю мы директории тест в ссрц каткин create package робот газета дальше мы переходим в робот газета создаем там папку launch переходим в нее пошли пишем товарищ газета launch когда вы вот это сделали открывайте этот файл и вставляете туда код который я вам ссылку на который я вам прислал я в общем то последую своему совету видео тоже там вот и готова давайте с этим разбираться что тут отступы не как в питоне они ни на что не влияют только на визуальное оформление и так смотрите что у нас здесь есть есть launch открывающие закрывающиеся здорово дальше идут вот это вот это аргументы у нас есть аргумент с именем мир пауза использовать время симуляции тогда и тому подобное вот это все аргументы которые мы здесь с вами задаем дальше вот следующей строчке инглут файл файн газета launch empty world . launch это мы с вами запускаем газета при том не простой газета а именно газета который с пустым миром следующая строчка то есть тут мы очень газета запускаем следующая строчка ссылается у нас на то чего у нас нет и это мы сейчас закомментируем а именно она ссылается на мир то есть какой мир подгрузить дабы закомментировать в этом прекрасном файле мы вот у нас комментарий он выглядит как знак больше восклицательный знак 2 тире потом 2 тире и знак меньше вот это у нас комментарий соответственно чтобы это документировать я ставлю восклицательный знак 2 тире вот тут тоже 2 тире и готово если вы не поняли как это делать можете просто удалить эту строчку вам все равно есть куда скопировать вот можете делать так дальше смотрите едем аргумент пауза вот здесь я передаю значение этого аргумента я уберу отсюда и данном случае он false то есть у нас пауза никакой нет мы сразу как начали как запустили газета сразу поехали исполнять а это у нас вот тут нет этого здесь у нас как раз и и указывают дальше у нас идет время моделирование мы берем время которое ростовская и мы его здесь будем использовать это юста юсимулейшн то им значение труба тут у нас соответственно перейдет трубу вот дальше у нас идет использование графического интерфейса у нас соответственно аргумент true headless я не помню что отвечает и отладка у нас отладки у нас в данном случае нет ну то есть мы ее вставили значение false то есть вот здесь мы задали аргументы вот здесь мы их использовать ну уже передали в наш газе бы потом мы с вами вызываем робот стоит поближе это для узлов для наших шарниров следующем аргумент вот эти вот три у нас аргумента это тоже аргументы это их сыгрик за то есть где у нас робот появится в нашем пространстве мы его можем соответственно сместить по иксу по игре ку и я его поднял на 0 3 метра вверх а вот здесь мы с вами запускаем наш получается вот этот наш urd файл который мы с вами так долго и нудно создавали нас умеет ну мы говорим название любое может быть дальше мы находим команду хакра прописываем аргумент где какой файл взять и как его преобразовать никакой файл взять а после мы с вами запускаем наш узел имя любое по этой связи образ type это получается имя узла который все запустит нам и после мы передаем необходимые параметры параметр робот description вот она робот description то есть вот здесь мы указываем что и наши urdf находится там то сделайте-ка из него то-то то-то передаем x y z и модель у нас робот здорово классно вроде как давайте это дело запустим чтобы запустить мы пишем до руслан до робот газе бы не выдумываю же пони как запускать руслан робот газе бы и название файла хотя бы вам жмем enter и у нас по идее все должно сработать хорошо тогда у нас есть робот вот так вот так должен выглядеть наш прекрасный робот давайте мы им как-нибудь немножечко поиграем для начала я вот наша команда вот я сейчас нажал control z не нажимайте control z не надо вам этого делать вот эту команду я запустил чтобы соответственно у меня появилась такая красота теперь с вами мы запустим просто как лист и о видите какое у нас на разнообразие тем в которые можно писать из которых можно читать и главное у нас появилась одна замечательная тема cmd в эта тема которая позволяет нам как-то запустить робота как-то им управлять и задавать ему скорости здесь у нас есть камера просто когда мы с вами создали камеру и подключили плагин камеры он нам сразу же создала вот эту кучу тем которые кучу топиков которые который пишет наша камера я кстати вам не рассказал еще про плагин камеры сейчас мы немножечко мы вернемся что касается дальномера вот у нас скан есть и все давайте с вами допустим рвиз выберите здесь тему а дом я просто вбил команду рвиз просто вот вот как здесь написано рвиз я так и вбил дальше можно нажать нажать нет робот моду лакей добавится наша модель видите у меня цвета не совпадают и почему-то пропал дальномер он не отображается здесь ну то есть два такие такие проблемы добавьте лазерный скан и теперь смотрите мы нажимаете на нее топик лазерного скана просто просто тема скан и здесь еще у него есть сайт это толщина давайте на 10 увеличим и у нас ничего не приходит в эту тему чтобы проверить приходит ли у нас какие-либо сообщения в ту или иную тему мы что можем сделать написать ростопик эхо тема скан вот видите вот нам приходит куча сообщений и все это нули у нас получается бесконечность приходит на значит он еще не видит ну то есть у него нет препятствия по идее там должно быть не бесконечность а максимальное значение давайте знаете что мы пытаемся сделать давайте у нас еще камера мы можем камера сами добавить у нее также есть тема и вот здесь мы можем видеть то что видит камера не перед камерой пару элементов помещу по вот смотрите у меня лазерный скан появился видите вот эти вот красные линии это то что видит робот именно своим лазерным дальномером а вот здесь то что видно с камеры а если так посмотреть то с камеры действительно видно получается сферу и почти не видно наш куб дабы исправить я чуть-чуть его подвинул но очень вот здесь можно наблюдать вот это вот но не очень-то понятно что это такое вот так же мы можем в принципе заметить что у нас робот относительно вот наши координатные сетки несколько повернут на некоторый угол это связано с тем что у нас вот плагин который описывает дифференциального робота он у нас когда у нас робот на скорость у него установлен в ноль он у нас все равно поворачивается возникает какие-то вот непонятные ошибки я вот не знаю как устранить мне кажется что их непонятно как устранить как-то так теперь если у вас какие-то вопросы сейчас я соответственно все дело выключу не отвечу на ваш вопрос если не да вот такая проблема есть что иногда он кого-то есть у меня вот какая-то ошибка возникла давайте сейчас добьем с вами газета файл я вам расскажу что мы добавили мы добавили с вами камеру и плагин для описания камеры значит что мы здесь делаем говорим какого расширения у нас это будет изображение и в принципе что самое важное во первых связать камеру с вот тем твердым телом который у нас должно быть камерным вот это вот так же называется link у нас в вот здесь видите камера и тут тоже камера и мы что пик у нас и мы шроу это мы могли видеть в газе бы вот дальше у нас идет коэффициент и дисторция то есть у нас реальная камера она у нас не идеально а в данном случае у нас контакт идеальная камера прям не ровные линзы все идеально никаких кривых эффектов все супер но мы вообще здесь можем задать соответственно эти параметры чтобы нас было более реалистично и более похоже на реальную камеру а дальше идет дальномер здесь опять таки важно что какую он как нос называется твердое тело link так и здесь должны называться и тема в котором будет писать скан здесь мы подгружаем этот плагин в принципе здесь здесь мы говорим какой у нас будет угол от минус ну короче на 180 развертка указываем минимальный максимальный ну в принципе все что нам нужно знать по указать так вот здесь важно другой параметр визуализация true вот это нам и не позволило визуализировать наш дальномер давайте проверим это дело табаш рослаунж робот газеба газеба лаунж вот это будет отображаться во видите вот здесь у меня показано вот это синяя это то что видит мой дальномер нить если я вот так поставлю вот он соответственно лучи будет отсюда достигать давайте с вами запустим рвиз посмотрим что там вся та же ошибка что нет дальномера он даже ничего не пишет или пишет то он пишет эти замечания мне он не может открыть этот файл поэтому не может его увидеть я щас не буду разбираться почему он ему не может найти морды там что с путями или еще с чем-то лазерска вот тот топик скан который был видите вот так линия появилась красная это то что он видит чтобы она была тассы более видимой более ощутимы видимы мы делаем вот так она становится толще вообще еще почему я еще думал что будет помимо вот такой линии вот такая вот красная линия которая будет показывать как бы насколько он далеко видит у меня почему-то вот этой линии сейчас нет давайте с вами выключим наш прекрасный рис и как я вам обещал мы сейчас запустим нашего робота при том смотрите как мы это хитрый сделаем у нас есть с вами скрипт бен туториал который отпускает черепашку мы его открываем нас есть turtle и у нас видите вот здесь тема есть мы так берем пишем с мдв пишем тут они у нас росла ночь мы не будем мы чисто это скрип запишет запустим 1 ран мы можем запустить сразу раз ран потому что у нас это роскор запущен когда мы запускаем росла ночь файл он у нас сразу запускает роскор то есть мастер у нас уже есть пишем beginner а возможно видите он мне не подсказывает возможно я здесь не написал source дэвилл с этап баш и вот теперь можно писать уже 1 ран вот беде нет туториал и наш терток чмем enter он нам ничего не возвращает вот зато наш робот носится как угорелый единственное видите мы его запустили по окружности и он у нас не совсем едет по окружности то есть вот здесь мы по идее должен был как-то поехать прямо но у нас он не поехал прямо плюс достаточно лихо едет достаточно большой скоростью